Здравствуйте, дорогие друзья! В мире очень много различных религий, и каждая религия по-своему раскрывает характер и деяния своего Бога. В какого Бога сегодня верят люди, исповедующие ислам? Каким открывает Аллаха священная книга всех мусульман Коран? Какие есть сходства и различия в понимании характера Всевышнего у мусульман и у христиан? На наши вопросы сегодня отвечает Вадим Качкарев. Священнослужитель, магистр богословия, человек, который родился и вырос среди мусульман, и очень хорошо знающий религию ислама, и с большим уважением и любовью относящийся к людям, которые исповедуют ислам. Здравствуйте, Вадим Николаевич! Многие задают такой вопрос. Какие есть сходства и какие различия в понимании характера Всевышнего у мусульман и у христиан? Что общего во взглядах на Всевышнего? Ну, интересный вопрос. Дело в том, что нужно прежде всего понять, что мы верим в одного Бога. Нету мусульманского Бога, нет христианского Бога. Мы верим в одного единого Бога. И меня это очень радует, что между мусульманским и христианским пониманием характера Бога практически нет никаких, никакой разницы, никаких противоречий. Наши взгляды полностью совпадают. Вот возьмите сразу, откройте Коран и посмотрите на самую первую фразу первой суры Аль-Фатиха. Сура, открывающая книгу. Ведь это же не даром. Вот именно с этого начинается, собственно говоря, весь Коран. А там звучит это так. Бисмиллахи рахману рахим в переводе означает это во имя Бога, во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Милостивого и милосердного. Вот эта фраза первая, во имя. Дело в том, что в культуре Востока в имени сокрыт смысл, сокрыто содержание. Поэтому, когда мусульманина, спрашивая, в какого ты Бога веруешь, и он произносит, и вы, если замечали такое, всякий раз, начиная беседу, приступая к каким-то рассуждениям, да, мусульмане всегда применяют вот эту фразу. Бисмиллахи рахману рахим. Означает, что мы с тобой начинаем беседовать, мы с тобой начинаем говорить о великих вещах, вот именно с этого понимания, именно с этого понимания, что Аллах наш милостивый и милосердный. Ну, а что означает вот эти характеристики милостивый и милосердный? Милостивый и милосердный. Удивительные слова, которые заключают в себе глубочайший смысл. Слово милостивый указывает на Аллаха, как на Всевышнего, как на царя и как на судью. Потому что именно от царя зависит, будет человек помилован или будет человек осужден. То есть это прерогатива царя. Это прерогатива царя, прерогатива Аллаха, или миловать, или наказывать. Но мы читаем о том, что он милостивый. Он милостивый. Что его вот эта милость, она превозносится над судом. А это и есть величайшая основа Священного Писания, который раскрывает нам Бога, в Котором мы веруем. Да. То есть он не ставит цель наказывать, но он ставит цель миловать всякого, кто уповает на него. Совершенно верно. Миловать, что значит миловать? Миловать, это значит снисходить и прощать. Понимаете? Ко всякому, кто кается, кто обращается. Совершенно верно. Вот это очень важно заметить. Потому что ни о какой милости не может идти речь, если нет покаяния, если нет осознания человека, кто он. Что он грешный и он нуждается в этом помиловании. Просто сегодня очень многие считают, что он может заниматься чем угодно, может грешить и все равно будет помилован. Так ли это? О нет. Эти люди очень сильно заблуждаются. Почему? Потому что милость, она может быть проявлена в ответ на осознание и на покаяние, на просьбу о прощении. Искренне попросить просьбу о прощении может исключительно тот, кто глубоко осознал свою вину перед Всевышним. Вину перед Всевышним. Поэтому вот это первое слово во имя Бога милостивого, оно очень важно. Это посыл, это посыл каждому человеку, который заявляет о том, что он верующий, что он мусульманин, что он покорный, да? Это посыл каждому человеку, что между им и Богом есть проблема, которую нужно решать. Для того, чтобы жить, необходимо получить милость. Для того, чтобы получить милость, необходимо каяться в своих грехах, просить прощения, осознавая свои грехи. А вот второе слово... Слово «милосердный». Да, да, «милосердие». Это тоже удивительно красивое слово, характеризующее нашего Творца, да? «Милосердный» – это значит проявляющий теплоту и любовь. Наш Бог является любящим Бога. Священное Писание говорит о том, что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Что Бог с особой теплотой относится к своему творению, и все Священное Писание об этом свидетельствует. А вы можете открыть, допустим, 34-ю главу книги «Исход», и там между Богом и Моисеем состоялся разговор, в котором Бог себя открыл. Вот давайте почитаем. Да, вот, значит, 34-я глава книги «Исход», 6-й и 7-й стих там сказано. «И прошел Господь пред лицом его, и возгласил, Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов и прощающий вину и преступления и грех». Вот, видите, как можно было еще более красиво выразить характер нашего Творца. Вот, читая вот этот текст, мое сердце просто умиляется. Я понимаю, с каким Богом я имею дело. Но это не говорит о том, что этот Бог, будучи долготерпеливым, может быть вечно терпеливым. Да, потому что здесь есть продолжение, но не оставляющее без наказания того, кто не повинуется, кто грешит. И написано, что Всевышний, он внимательно, получается, следит за каждым человеком, и он видит сердце человека. Если человек кается, то Всевышний проявляет милость, милосердие. Но если человек упорствует в своем грехе, то что тогда? То тогда тот грех, который, скажем так, приведет человека к вечной погибели, остается на человеке. Он подвергается осуждению, он подвергается наказанию. И это наказание ужасное, вечное исчезновение. То есть, когда мы размышляем о Боге, мы должны понимать, что его характер, его содержание, оно состоит из двух вот этих полюсов. Любовь и справедливость. Любовь и справедливость. Если грешник упорствует и не желает подчиниться своему Творцу, то у Бога не остается больше никакого шанса этого человека сохранить для вечной жизни. Почему? Потому что Бог является источником этой жизни. Бог никому эту вечную жизнь не навязывает. Он ее может предложить, а человек может ее или принять, или отвергнуть. Таким образом, если человек, упорствуя в грехе, продолжает сопротивляться Богу, он, по сути, сопротивляется этой жизни. Потому что Бог есть источник жизни. Вот эта первая уже фраза Корана во имя Бога милостивого и милосердного закладывает основание всего дальнейшего, что дальше Мухаммед будет в Коране нам сообщать. И в этом плане между Библией и Кораном полное единство. И христиане, и мусульмане понимают Бога правильно. Понимают Бога правильно. Вот когда здесь на земле был Иса, Евангелие сообщает нам о его удивительно красивой и очень содержательной молитве, записанной в Евангелии от Иоанна в 17 главе, где он говорит, я открыл им имя твое. Я открыл им имя твое. А имя, это не просто имя, как мы его сегодня понимаем, имя... Вот именно содержание. Это содержание, это характер. Это содержание, характер. И когда мы читаем с вами Евангелие, мы же видим, какой образ жизни вел Иисус или Иса в Коране. Мы видим, как он взаимодействовал с людьми. Мы видим, каков он был по отношению к Всевышнему. Да? Вот почему он мог сказать, я открыл им имя твое. Открыть человеку имя Божие может только тот, кто Бога хорошо знает. И причем знает не о нем, а его знает изнутри. Мне вспоминается очень интересный стих из Инджила. В первой главе Евангелия от Иоанна есть 18 стих. Там написано так. «Бога Всевышнего не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть, по сути дела, там сказано, что Сын Божий пришел и явил. Но что означают вот эти слова «сущий в недре Отчим»? Вот это как раз таки и указывает на Иисуса Христа, как на того, кто знает Всевышнего изнутри. Кто обладает полным знанием Божьего характера, выраженного вот в этих двух словах – в милости и милосердии, в любви и справедливости. Это очень важно. Поэтому, если кто-то хочет увидеть Творца, понять Его, познать Его, то он, конечно, должен прийти к Иисусу Христу и обратить внимание на то, как жил Иисус и как Он взаимодействовал с людьми. Один из апостолов как-то попросил Его «покажи нам Отца». А удивительным образом Иисус ответил ему. Он говорит «столько времени я с вами, и вы не знаете Отца?» То есть миссией Иисуса Христа как раз таки и являлась продемонстрировать Бога вот именно в том виде, каким Бог является. Почему? Потому что общепринятое отношение к Богу – это как к существу, которого нужно бояться. И многие языческие народы, по сути, они бы имели искаженное понимание о Боге. Совершенно верно. Вот это искаженное понимание о Боге пришел разрушить Иисус Христос. Это искаженное понимание о Боге создал дьявол на земле. Ему было очень важно достичь этой цели, чтобы человек боялся Бога. Вот почему многие языческие народы приносили в жертву своим идолам даже собственных детей, не жалея плод чрева своего родных детей. Они думали, видимо, что Бог требует таких кровавых жертв. Да, Бог кровожадный. Да, совершенно верно. Но на самом деле, когда пришел Иисус, Библия говорит, что Он пришел разрушить дела дьявола. Вот это одно из самых главных дел, которые дьявол здесь на земле сделал. Он показал или, вернее, заставил поверить человека в то, что Бог – это деспот, что Бог – это тиран. Придя же на эту землю Иисус, показал Бога совершенно с другой стороны. Что Он есть любовь, что Он есть милость, что Он есть милосердие. Что Иисус, приходя на помощь больным людям, несчастным людям, освобождая их от болезни, воскрешая их из мертвых, Он демонстрировал истинный характер Божий. Поэтому и мусульмане, и христиане едины во взглядах, что Бог, Творец Всевышний, Аллах, является милостивым, милосердным, но при этом Он является весьма и весьма справедливым, справедливым Богом, уважающим право выбора человека. Как сегодняшним людям, живущим в окружающем мире, помочь в том, чтобы понять истинную природу и характер Всевышнего, чтобы они не заблуждались, чтобы они не имели ложных представлений о Всевышнем, не боялись Его? Что Вы можете посоветовать? Ну, прежде всего, необходимо изучать Священное Писание. Прежде всего. Потому что Священное Писание является тем самым источником, где человек может подчеркнуть истинные знания. Дьяволу очень невыгодно, очень невыгодно спустя рукава смотреть на этот вопрос. Он будет делать все возможное для того, чтобы человек не прикасался к Священному Писанию, чтобы человек не получал этих знаний. Почему? Потому что, когда человек получает эти знания, его сознание, его отношение к Всевышнему начинает меняться. Он начинает доверять. Он начинает доверять своему Всевышнему. А когда человек доверяет Богу, у Бога открываются неограниченные возможности, неограниченные возможности изменить человеческое сердце и в конечном итоге привести человека к вечной жизни. Но хочу еще раз сказать о том, что самое истинное знание Творца Всевышнего, оно кроется в Иисусе Христе. Потому что Библия говорит, что Бог многообразно, издревле говорил отцам в пророках, но в последнее время Он говорил в Сыне. Он говорил в Иисусе Христе, желая себя открыть через Него. Поэтому я бы посоветовал бы всем тем, кто хочет понять истину, понять истинный Божий характер, идти к Иисусу Христу и понаблюдать за Ним, изучив Его жизнь в Евангелии. Спасибо, Вадим Николаевич. Дорогие друзья, сегодня мы с вами узнали о том, что мы веруем в единого Бога, милостивого, милосердного, в Бога, который есть любовь. И, конечно же, я приглашаю вас исследовать Священное Писание, чтобы узнать больше о нашем любящем Боге. Спасибо вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok